Узнать о самых свежих событиях и получить информационный заряд новостей ты можешь прямо сейчас. Привет, меня зовут Настя Иванова, в эфире Универ Ньюз. Деймс characters. Президент Республики Татарстан Рустам Миниханов. Сегодня, 21 сентября, состоялась церемония открытия 13-й международной научно-практической конференции «Державенские чтения», которая проходит с 21 по 23 сентября на базе Казанского федерального университета совместно с Российским государственным университетом юстиции. В церемонии открытия принял участие президент Республики Татарстан Рустам Миниханов. Уважаемые участники конференции, искренне рады приветствовать нас на татарстанской земле, нашей столице и, конечно же, на родине Гаврила Романовича Державина. В нашей республике стало доброй традицией проводить «Державинские чтения» совместно с Всероссийским государственным университетом юстиции аплодисменты. В рамках церемонии открытия президент Республики торжественно вручил республиканскую юридическую премию за монографию «Право как труд» как конституционная ценность и его обеспечение в субъектах Российской Федерации, ассистенту юридического факультета Казанского федерального университета. В прошлом году регламентом «Державинские чтения» было принято общее решение перейти в статус международных, то есть перевести «Державинские чтения» в статус международных, поэтому мы проводим 13-е «Державинские чтения», 3-е в Татарстане и 1-е в международные. Имя Державина так или иначе связано и с историей нашего Казанского университета, ведь он был выпускником Казанской гимназии, которая стала своеобразным фундаментом, отправной точкой нашего университета. Я хочу сказать, что вот наши «Державинские чтения», которые уже третий год, как я уже сказала, проходят в Казани, они у нас начались с легкой руки Виктора Николаевича Демидова, это он нам порекомендовал. И вот я сейчас, слушая ваше выступление, дорогой Решат Равкатович, поняла, как все-таки правильно мы сделали, приняли такое решение именно здесь, в Казани, проводить «Державинские чтения». С приветственными словами от министра юстиции Российской Федерации Александра Коновалова выступил начальник управления Министерства юстиции Республики Татарстан Виктор Демидов. Митрополит Казанский Феофан, председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан, а также депутат Государственной Думы Российской Федерации Павел Кршенинников. Я очень рад быть в очередной раз на «Державинских чтениях». Мы уже с многими общались по поводу Гавриила Романовича Державина. Это для меня очень личная тема, очень близкая. У меня вот портрет Гавриила Романовича больше 20 лет висит в кабинете. Он мне иногда подсказывает, что надо делать, а что не надо делать. Диана Шилова, Леонард Олетьяров, Универньюз. Накануне 20 сентября состоялась пресс-конференция, посвященная открытию державинских чтений. На пресс-конференции ректоры Казанского Федерального Университета и Всероссийского Государственного Университета Юстиции ответили на все вопросы журналистов. Что ожидать от державинских чтений в этом году, расскажет Аделя Шимилова. Подробности работы державинских чтений, которые стартовали в стенах Казанского Федерального Университета, больше не загадка. Уже в третий раз родина величайшего общественного деятеля Казань принимает это масштабное мероприятие. На все вопросы журналистов организаторы мероприятия охотно ответили на состоявшиеся пресс-конференции. Державинские чтения проводятся Всероссийским Государственным Университетом Юстиции совместно с Казанским Федеральным. Ежегодно в нем принимает участие более 500 человек. Поэтому вот такие у нас планы с Казанским Федеральным Университетом. Я думаю, поскольку вот теперь вот это уже состоялось, и наша дружба, и отношения, я думаю, что это уже всерьез и надолго, и это только начало. Конференция демонстрирует успешное взаимодействие КФУ и Всероссийского Государственного Университета Юстиции. Об активном сотрудничестве свидетельствует и тот факт, что запланировано большое количество совместных встреч. Также в рамках пресс-конференции рассказали и о премии Гавриила Державина, которая вручается за вклад в развитие юриспруденции и литературы. Это бюджетная составляющая. И возглавляет комиссию вице-премьер. Господин Шахразеев является как бы руководителем этого комитета. Важно отметить, что в рамках пресс-конференции ректором КФУ было продемонстрировано уникальное переиздание работ Гавриила Державина. Это первый результат совместной работы юристов и филологов. Данная работа не могла бы быть выполнена без одного из важнейших партнеров Университета Юстиции Казанского Федерального. Сейчас Ильшат Равкадыч держит в руках второй том трехтомника, который на следующий год будет доиздан. Сегодня первый том это поэзия, второй том поэзия, проза, третий том очерки по праву, четвертый том будет очерки по праву и пятый том будет драматургия. Имя победителя в номинации юриспруденция так и осталось загадкой, но и оно уже станет известно совсем скоро. Интрига раскроется во время открытия 13-й международной научно-практической конференции «Державенские чтения». Аделя Шамилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. 21 сентября во многих странах отмечают День мира. По всей планете проходят акции, митинги и другие мероприятия в поддержку мира во всем мире. В КФУ уже стала традицией отмечать этот знаменательный день. Международный день мира отмечают ежегодно 21 сентября. Этот день – это день укрепления идеалов мира среди всех стран и народов. День всеобщего прекращения огня, день отказа от насилия. В связи с этим Департамент по молодежной политике КФУ совместно с институтами и студенческими общественными организациями и объединениями проводят ряд мероприятий. Проблему молодежного экстремизма, как угроза системе адаптации мигрантов, обсудили на круглом столе. Это очень важный момент, и поэтому оградить с помощью профилактической работы от проявления экстремистской деятельности, различных таких туристических экстремистских групп – это одна из наших задач. В этом году Международный день мира проходит под лозунгом «Вместе на благо мира! Уважение, безопасность и достоинство для всех!». Студенты Казанского федерального университета подготовили акции, приуроченные к этому дню. Давайте узнаем, какие. Проведенные акции говорят о том, что студенты КФУ действительно едины в определенных порывах и направлениях. И очень важно, что данные мероприятия были инициированы студенческими общественными организациями объединений. Само название «День мира» определяет позицию всего человечества на нашей земле. То, что активность нашего студентов Казанского университета, она всегда была, это известен факт. Но отличительная черта нашего университетского сообщества – это объединение усилий и самих преподавателей, и сотрудников, и студентов. Для меня мир – это мы, студенты, молодежь. Если молодежь всех стран мира будет доброй, отзывчивой и образованной, то общество будет жить в мире и согласии. Своё доброе слово каждый студент отправил вместе с выпускающими в небо белыми голубями. На трёх площадках Казанского федерального студенты призывали к миру и добру на планете. А вот шелнинские и елабурские филиалы в этот день подготовили свои сюрпризы. Студенты филиалов КФУ приняли участие в праздничном митинге. По традиции, под музыку учащиеся всего Казанского федерального университета запустили в небо шары. Веста Земского, Ленардо Влетьяров, Влад Мехневский, Андрей Баваудинов, Айдар Салихов, Универньюз. Гостями Центра симуляционного и имитационного обучения институтов фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального уже становились министр здравоохранения Российской Федерации, президент Республики Татарстан, министр образования и науки Российской Федерации и многие другие. Кто на этот раз побывал в современном и оснащенном кампусе, смотрите в сюжете. Центр симуляционного и имитационного обучения института фундаментальной медицины и биологии Казанского университета посетила делегация, в состав которой вошли заместитель министра МЧС России по Республике Татарстан Николай Сушко и руководители структурных подразделений МЧС России. Встреча состоялась в рамках пребывания в Республике Татарстан министра МЧС России Владимира Пучкова. Во время знакомительного визита поступило предложение создать базовую кафедру для обучения спасателей на территории Казанского университета. Ведь институт фундаментальной медицины и биологии на сегодняшний день обладает всеми необходимыми возможностями. Следи за развитием событий вместе с Универ Ньюз. С вами была Настя Иванова. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok